Добрый день. Приглашаю девятиклассников на урок биологии. Меня зовут Блохина Ирина Владимировна и я преподаю биологию в Лицее имени Ничу Левицкого в городе Кишиневе. Тема нашего сегодняшнего урока загрязнение атмосферы и последствия этого загрязнения. Мы с тобой продолжаем тему влияния человека на собственное существование. Вперед! Если ты помнишь, на прошлом уроке мы рассмотрели основные источники загрязнения воздуха в городе. Изучили, что такое смог и какие последствия он имеет и что может сделать каждый из нас для того, чтобы воздух города улучшился. И если ты ответил на мои вопросы на прошлом уроке и записал все ответы, значит ты большой молодец. Значит с тобой можно идти в поход. Идем в поход в биологию. Вот перед тобой атмосферный воздух. Ну что такое воздух? Это то, что жизненно необходимо каждому организму. Воздух это смесь газов и здесь протекают всевозможные химические реакции. Я бы хотела, чтобы ты назвал три газа, которые находятся в атмосферном воздухе. И чтобы ты назвал три процесса, в которых эти газы участвуют. Тебе, мой друг, уже 14 лет. Ты должен легко ответить на мои вопросы. Я листаю, а ты себе уже представляешь, что такое три газа нашего воздуха. Азот, водород, кислород. Ура, ты молодец. Какие процессы происходят благодаря этим газам? Фотосинтез, это жизнь на земле. Дыхание, это жизнь на земле. И образование белка. Белок и есть жизнь. Нет воздуха, нет жизни. Правильно. Вперед. На сегодняшнем уроке мы с тобой рассмотрим три вопроса. Что такое парниковый эффект? Представь парничок, если у тебя есть дедушка и у него есть парничок. Что такое парниковый эффект земли и причины его возникновения? Что такое кислотный дождь, про который каждый говорит? Кислотный дождь, кислотный дождь. Каковы причины его возникновения? Ну и третье, можно ли на это повлиять? Каковы пути решения проблем загрязнения атмосферы? Что такое парниковый эффект? Вот перед тобой картинка. На землю солнце испускает свет и тепло. Было бы хорошо, чтобы большая часть этого тепла уходила и рассеивалась в атмосферу. Раньше так и было. Затем стали замечать, что воздух вокруг нас становится теплее, меняется климат Земли. И за последние сто лет, можете представить, температура воздуха поднялась почти на два градуса. Если раньше Англия была туманный альбион, там было холодно, дожди, то сейчас там выращивают виноград и делают вино, можешь себе представить. А если у нас с тобой Молдова была цветущим садом, то сейчас она постепенно превращается в безжизненную пустыню. И жара, бесконечная жара выжигает наши поля и сады. Вот что такое парниковый эффект. Вокруг атмосферы Земли, вокруг воздуха собирается специальные газы, углекислый газ, метан, оксид азота и образует пленку. И эта пленка не дает тому теплу, которое должно уйти от Земли, рассеется в атмосфере и бесконечно тепло сохраняется. Исчезают зимы, высыхают источники и становится жарко. Если температура будет продолжать подниматься такими же темпами, значит жизнь на Земле очень скоро закончится. Чем опасен парниковый эффект? Это детские вопросы. Пятый, шестой класс, то наверняка, если учился хорошо, то уже отвечал учителю на такие вопросы. Первое, это, конечно, рост пустыни. Страшно представить, но сейчас на Земле пустыни растут со скоростью 1 километр в диаметре в год. Идет опустынивание планеты, глобальные масштабы опустынивания. Еще кроме всего прочего, пустыня двигается, она двигается и пески засыпают плодородной почвы. Вторая проблема, которая возникает вследствие парникового эффекта, это образование озоновых дыр. Озон защищает Землю и всю жизнь на Земле от ультрафиолетового излучения. Если накапливаются парниковые газы, то озон образует бреши в атмосфере, и тогда в эти бреши попадает ультрафиолет, и он выжигает всю растительность и весь животный мир в этом участке Земли. Ну и изменение климата, это ты чувствуешь на себе. Несмотря на то, что ты только начал жить, ну сравни зиму 5-7 лет назад и зиму в этом году. Есть о чем подумать. И четвертая проблема, это таяние ледника. Чем опасно таяние ледников? Посмотри на белого медведя, ты поймешь. Ледников не стало, исчезают животные, которые живут на льду и охотятся со льда. Затапливаются континенты, и это мировое переселение. Это люди из затопленных зон будут двигаться внутрь континента. Значит, к нам придут другие народы. Молдову будут заселять те, кто будет уходить от затопленных земель. Уничтожение, когда тает ледник, в нем есть пузырьки древнего воздуха. Воздуха, которому миллиарды лет. Его можно исследовать. Там в ледниках есть животные, которые жили миллиарды лет назад. Их тоже можно исследовать. Все это уходит. Уходит вместе с растаявшим льдом. И исчезновение запасов пресной воды. Ледник – это пресная вода. Если он тает и уходит в море, значит, пресной воды на земле становится все меньше и меньше. А ее и так немного. Почему на земле накапливают углекислый газ? Это главный парниковый газ. Углекислый. Вот слева хорошая картинка. Жизнь на земле такой предстает, какая она должна быть. Справа такая, какая она есть. Значит, слева чуть-чуть тепла должно оставаться на земле. А справа мы видим, что очень много тепла возвращается в атмосферу земли. И это причина накопления углекислого газа. Углекислый газ – это главный газ, который накапливается в атмосфере. Вследствие чего? Вот, посмотри, какая красивая картинка. Благодаря нам, благодаря людям. Ведь это мы ездим на автомобилях. Ведь это мы сжигаем уголь и нефть в своих печах на заводах и фабриках. Ведь это мы пользуемся всевозможными химическими веществами. Ведь это мы поджигаем в большинстве своем землю. Пожары, глобальные пожары на земле, они происходят благодаря нам. В результате всего этого горения образуется углекислый газ. Ну, что сказать? Для того, чтобы создать зимние ботинки, для того, чтобы создать куртку или джинсы, нужно что-то сжечь. Значит, тоже выбрасывается углекислый газ. Он выбрасывается всегда, когда что-то производится. Кислотный дождь. Вопрос второй. Что мы называем кислотными дождями? Очень мне понравилась вот эта картинка, которую я вставила в этот слайд. Она немножко утрирована, но она говорит о многом. Кислотные дожди – это общее название осадков, содержащих кислотные оксиды. Обычно оксид серы и оксид азота. Причем кислотный дождь – это не обязательно дождь, не обязательно жидкость. Это может быть град, это может быть снег, это может быть туман, который содержит оксиды серы и азота. Потом это все перемешивается с водой, с влагой на большой высоте и выпадает нам на голову. Откуда эти оксиды? Оксид серы, оксид азота – это основа выхлопных газов автомобилей и электростанций. Опять же, это последствия сжигания. И смешиваясь с водой, еще раз говорю, они выпадают на землю. Термин «кислотный дождь» был введен в 1872 году. Вот когда человек еще должен был об этом задуматься. Шотландский химик Роберт Ангус Смит, он исследовал состав дождевой воды в крупных промышленных городах Англии. И выяснил, что оказывается, нам на голову выпадают кислоты. Не чистая вода, а кислоты. И вот здесь вот приведен в его же книге, приведен пример. Один из самых запоминающихся случаев произошел в городке Уиллинг в Западной Вирджинии. Там в течение нескольких дней выпадали такие концентрированные дожди, что капли разъедали у местных жительниц капроновые чуки. И было это почти сто лет назад. Что же говорить про сегодняшний дождь? Каковы последствия кислотных дождей? Когда я в школе провожу эти уроки, мои ученики мне все время говорят, Ирина Владимировна, это какая-то чернуха. Но, друзья, не чернуха. Это то, в чем мы с вами живем. И просто это, когда проговаривается, получается очень грустная картина. Больше всего от кислотных дождей страдают хвойные леса. Они выгорают целиком и стоят пустые, потому что этот дождь выпадает на землю, дерево впитывает эту воду и погибает целиком. Повреждаются памятники архитектуры. Ну, посмотри на наши памятники. Они все окислены. Они все в этой зеленой или синей жиже сверху. Это и есть окисление в результате кислотных дождей. Кислотные дожди смывают защитную пленку с листьев деревьев. Вот, посмотри, я специально вставила картинку платана. Уже, по-моему, в седьмой или восьмой год можно наблюдать такую картину. Платаны, зеленые листья появляются. А потом они жухнут и сморщиваются. И все лето у нас плота стоят с коричневыми листьями. Это последствия кислотных дождей. Ну, и кислотные дожди, конечно, и с земли, и просто с неба смываются, и попадают в водоемы. И гибнет все, что в этих водоемах живет. Потому что кислоты губят и растительность, и животный мир водоемов. Ты думаешь, выход есть? Я думаю, если ты человек грамотный, девятиклассник, конечно, грамотный человек, ты, наверное, догадываешься, что выход есть. Во-первых, ограничение вредных выбросов атмосферы. Во-вторых, использование альтернативных источников энергии, таких как солнце и ветер. Нельзя сказать, что наши власти не заботятся об этом. Нельзя сказать, что нету соответствующих законов, касающихся данных проблем. У нас производят контроль качества воздушной среды. Целые станции есть, которые контролируют и сигнализируют о том, что происходит у нас в атмосфере. У нас установлены максимально допустимые концентрации выбросов. И автомобили, и фабрики, и заводы. Они установлены. Другое дело, соблюдаются ли их. Но законы такие есть. Обеспечение предприятия необходимым оборудованием для сокращения численности загрязнений. И сокращение потребления угля и нефти. Об этом мы с тобой все время говорим. Чем меньше сжигаем, тем меньше кислотных дождей. А чем ты? Вот ты. За свою короткую жизнь. Чем ты помог атмосфере? Подумай и запиши 5-7 возможных решений данной проблемы лично тобой. Ни правительством, ни людьми вокруг, ни соседями. Не думай о том, что они делают и как они живут. Как живешь лично ты? Что делаешь лично ты? Твой вклад – это твой след на этой земле. Я бы хотела, чтобы этот след был зеленым. Чтобы за тобой росли новые деревья. Чтобы за тобой появлялись новые жизни. И чтобы каждый день приносил пользу не только тебе, но и окружающей природе. Значит, выполнишь мое задание. И мы с тобой встретимся на следующем уроке обязательно. Будь здоров! Всего тебе доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!